Девушки отдыхают Дни хирурга Мишкина Одноименный роман, по которому был сделан этот фильм Написал настоящий, известный и просто добрый доктор Юлий Крелин А главную роль самого хирурга сыграл хотя и не настоящий доктор Но зато известный и вообще народный артист России Олег Ефремов Фильм о нелегкой судьбе врача провинциальной больницы Героическом служении людям Да и не очень сладкой личной жизни на нашем канале с понедельника по среду Мы уверены, что в любом случае звездный состав этого фильма Жанна Болотова, Анатолий Ромашин, Евгений Вестигнеев, Иннокентий Смоктуновский, Ролан Быков Должен привлечь ваше внимание Максима Горького, сына Максима Пешкова знают даже наши тинейджеры Но хотя бы по опере «Мать» с ее неувидающей арией «Мать твою», «Мать твою», «Мать твою» «Мать твою» арестовали Еще позволю себе напомнить, что этот человек известен дружбой С главным революционером страны Владимиром Ульяновым Он же Николай Ленин, он же Ильин, он же ББ, он же просто Б, В, Д, Л и Ф Ну и далее по списку псевдонимов В среду в цикле премьера, которой не было Впервые на российском телевидении вы увидите фильм Который позволит вам побродить по Руси Вместе с вышеназванным великим писателем и известным жителем острова Капри Как всегда, предварит показ картины Интервью ведущего этой рубрики Александра Шпагина с актрисой Натальей Величко Пройдя в Египет через звездные ворота Мы с вами очутились в иной вселенной Вместе с героями фантастического боевика Бравыми солдатами американской армии И их предводителем-полковником Джонатаном Унилов Эти ворота, обнаруженные в 20-х годах нашего столетия Долгое время хранили тайну, зашифрованную в древних письменах Пока молодой ученый Даниэль Джексон не раскрыл их секретов И, разумеется, сам напросился в опасную военную экспедицию в мир иной Смотрите фильм «Звездные ворота» 24 ноября Какая нормальная кинонеделя может обойтись без смачного боевичка в рубрике «Плохое кино»? На этот раз действия происходят в глухой провинции А главными злодеями становятся сами стражи правопорядка Казалось бы, дело безнадежно запутано Но тут, как снег, наголову сваливается специальный агент ФБР И тут же все становится на свои места Под видом поисков мелкого преступника, уклоняющегося от правосудия Эванс все-таки проводит собственное расследование Несмотря на сопротивление властей Фильм «Ловец преступников» смотрите на нашем канале 28 ноября С 25 по 30 ноября в Москве проводятся Дни Финляндии в России Канал РЕН-ТВ является соучредителем фестиваля финского кино Который будет проходить с 28 по 30 ноября в Доме кино 28 и 29 зрители будут смотреть самые последние работы финских документалистов Причем показ будет длиться с 10 утра до 8 вечера А 30 ноября вы сможете видеть самые кассовые, последние финские художественные фильмы Криминальная драма том Как одна женщина решила существовать абсолютно независимо Решила изгнать своего супруга из своей жизни И жить самостоятельно со своим сыном У нее, конечно, ничего не получилось Потому что муж оказался хитрее Героиня Франс считает, что ее супружеская жизнь превратилась в ад Но ее супруг захотел разрушить планы Франс Для чего он и наделал чудовищных долгов А потом испарился Оставив жену у разбитого корыта Наедине с безжалостными кредиторами Смотрите фильм «Денежная ловушка» 25 ноября Уникальность канала РЕН-ТВ состоит и в том Что вы можете смотреть не только хорошие художественные фильмы Но и не выходя из дома Знакомиться с творчеством великих художников Чьи работы экспонируются в крупнейших музеях мира Три мастера разных поколений Питер Брейгель-старший Камиль Карол И Эдуард Мане Главные герои документальных фильмов Из коллекции продюсера Анатолия Даман Которые вы можете посмотреть 24 и 25 ноября Уникальный случай произошел в городе Нижний Тагил При всей своей нелепости он свидетельствует О безумной любви российского зрителя Каналу РЕН-ТВ Фанатичные поклонники РЕН-ТВ Лишенные возможности принимать этот канал В метровом диапазоне Чуть было не взорвали здание В самом центре города Недавно в Нижнем Тагиле РЕН-ТВ был переведен с метрового диапазона На дециметровый Что отразилось на качестве сигнала И даже на возможности приема РЕН-ТВ Теперь тагильчанам, чтобы посмотреть наш канал Необходимо приобрести достаточно дорогой антенну Господин Скороходов Генеральный директор студии Телекон Который распространяет сигнал РЕН-ТВ На Нижний Тагил Заявил, что после этих перемещений в сетке вещания В студии систематически раздавались Телефонные звонки с угрозами Если РЕН-ТВ не вернется в более доступный метровый эфир То его приверженцы взорвут студию Наконец, после нескольких предупреждений Взрыв все-таки произошел Правда, ничего серьезного Кроме громкого хлопка и запаха пороха За ним не последовало Зато возле взрывного устройства Сотрудники телекомпании нашли записку В которой неизвестные требовали вернуть На доступный всем метровый канал Программу РЕН-ТВ В случае, если требования не будут выполнены Злоумышленники оставляли за собой право Действовать без предупреждения С виду несерьезное происшествие Повлекло за собой довольно серьезные последствия Было перекрыто движение по главному проспекту Нижнего Тагила И из здания были эвакуированы все люди Граждане, любите наш канал Но без ущерба для ближних Телеканал РЕН-ТВ Телеканал РЕН-ТВ Все это, а также секретные материалы Чертова служба в госпитале Мэш Такси, огненная компания Шок-шоу, шоу про инфри Смотрите на канале РЕН-ТВ Приятных вечеров Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин